Это один из крупнейших домов музея, усадьба Симона Ермолаева. Сегодня не все жители Шушенского знают, кто это. А вот для сельчан рубежа 19-20 веков он был известным и уважаемым человеком. Зажиточный крестьянин, работящий, грамотный, предприимчивый. Поскольку этот дом подлинный, поэтому очень ценная усадьба на территории нашего музея. Она большая, да? Большая, да. Он был зажиточный крестьянин, достаточно много имел земли, очень много скота. Он даже скупал молодняк, откармливал его зимой, вернее, откармливал за год и продавал мясом или скотом. То есть занимался уже предпринимательской деятельностью. Когда в Шушенское прибыл Ленин, то именно Ермолаеву, который был волосным заседателем, поручили наблюдение за ссыльным. Истории доподлинно неизвестно, о чем именно они могли между собой общаться. Но двум грамотным и интересующимся людям явно было, что обсудить о ситуации в предреволюционной России. Более того, именно Ермолаев был свидетелем со стороны жениха на свадьбе Владимира Ильича и Надежды Константиновны, о чем свидетельствует эта запись в церковной книге. Как человек, стремившийся к развитию, Симон Ермолаев был недоволен тем, что крестьяне не могли получить землю и улучшить свое положение. И когда в России после революции 1905 года объявили выборы в Первую Госдуму, он понял, что это шанс, наконец, решить аграрный вопрос. Земля была казенная, несобственная. Поэтому все крестьяне боролись за то, чтобы землю получить собственность. И он выражал их интересы. То, что шушенскому крестьянину удалось попасть в представительный орган власти – знаковое событие для своего времени. Как писала тогда Минусинская газета, в лице Ермолаева вся крестьянская Россия сделала такой огромный шаг, какой ей еще недавно и не снился. Но поработать в Думе Сибиряку не удалось. Уже через несколько дней после того, как он прибыл в Петербург, царь распустил Думу. В знак протеста Ермолаев и еще 169 депутатов подписали выборгское воззвание, призывающее россиян защитить Думу от правительства. Впоследствии за это ему пришлось три месяца отсидеть в крестах. Вместе с ним в камере было еще двое депутатов. Один из них – Ной Жордания, который на память о тех днях подарил Ермолаеву свою трость. Племянница Жордании впоследствии стала женой Лаврентия Берии. Когда вышли из этой камеры, он на память подарил Симону Афанасьевичу вот эту трость. И, скорее всего, зашли в какую-то мастерскую, наверное, граверную. И там он выгравировал, по его просьбе, Ноя Николаевича были выгравированы словам. Санкт-Петербургская судебная палата. 1 сентября 1909 года осужденные выборщцы Ной Жордания, Симон Ермолаев, Сергей Корнельев. В музее есть и другие раритеты семьи Ермолаевых. Швейная машинка «Зингер» была куплена в одной из минусинских лавок. Она исправна до сих пор. Супница Тверской фабрики из настоящего фаянса бережно передавалась от одного поколения к другому. Эти и другие вещи дети Симона Афанасьевича передали в дар музею. Он был человеком своего времени, и оно его не пощадило. Оторвало от работы на земле, дало пережить два ареста и репрессии двух сыновей. Но то же время все расставляют по своим местам. И сегодня в музее делают все, чтобы в Шушенском помнили о первом депутате из берегов Енисея. Субтитры создавал DimaTorzok